Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast, 76 выпуск, да, на дворе, март 2018 года. Сегодня у меня в гостях Антон Давыдов, рэби-разработчик, open-source contributor. Антон, привет! Привет! Ну, по традиции, расскажи немножко про себя, как давно ты и чем занимаешься, как вообще пришел в наш айтишный мир. — Сейчас я бэкэнт-инженер в замечательной компании HIPAA. Делаем медицинский сервис на Рубе без рельсы, что удивительно. Я думаю, об этом мы сможем поговорить чуть позже. — Обязательно! — Последние лет шесть, наверное, пишу на Рубе. Попробовал все что угодно, начиная от сервисов по микрокредитации. Заканчивая чатов с бэкэндом, то есть primary базы данных на Elasticsearch. И как бы сейчас занимаюсь работой и стараюсь писать, как-то выражать свои мысли и пишу open-source. — Да, хорошо. Но давай про open-source, да, про твои там выступления для тех, кто вдруг не знает. Мы много, скажем так, есть сторон твоей деятельности, которые можно обсудить и хотелось бы. Давай, наверное, начнем вот сразу там, поскольку ты там уже столько лет пишешь на Рубях, да. Вот как ты вообще, ну ты на чем-то до этого писал, да, вот как ты вообще пришел к рельсам? Ну, к Рубям, да. Рельсы, рельсы, да, не будем просто. Все привыкли, что Руби и рельсы — это примерно синонимы, ну да, опустим это. Про это тоже мы поговорим, потому что я знаю, ты там в последнее время активен в ханами и в прочих направлениях. Вот. Как ты к Рубям пришел? Что у тебя было до этого? Ты на чем до этого писал, там, или как? До этого занимался, да, в принципе, ничем. В универе писал на C-Sharp и Pascal в школе на QuickBase. По сути, в веб-разработку я вошел с Руби и до сих пор сижу, хотя изучил и писал на куче других языках. Помню, был еще всякий случай, я один раз пришел в институт сдавать лабораторную по математическим, по вычислениям, и эту лабораторную я написал на Haskell. К сожалению, ее не приняли. Ой, что это? У нас был преподаватель, который очень любил сишечку, хотя, по его словам, в последний раз он писал на сишечке структуры данных в 80-х годах, и он не смог въехать в функциональщину, ему было сложно, поэтому пришлось все переписать на Pascal, чтобы было очень грустно, но, с другой стороны, это был еще опыт. Да, слушай, в этом плане, знаешь, мне всегда нравился наш институт, там, ну, МИМ, который сейчас там уже к вышке принадлежит. У нас никогда не было вот ни на каких там, ни на операционных, ну, ни на каких курсах, имеется, где надо было что-то программировать, да, никогда не было требований к языку, то есть у нас там можно было писать на все, на чем угодно, главное, чтобы был результат, ну, то есть что ты мог показать, что да, вот оно действительно, я понимаю, вот как бы оно работает. И это было прикольно, мы один раз, знаешь, делали лабу с товарищем на флэше, у нас был там курс, я не понял, не теория автоматов, или, ну, что, что-то, а... Ну, хоть не Silverlight. Нет, а тогда, тогда я даже не помню, это начало двухтысячных, я не верен, что тогда Silverlight уже был, что-то, мне кажется, его... Или уже умер. Да, да, вот, поэтому как-то вот, да, когда, знаешь, типа, вот, преподаватель, типа, вот, Месси, или, там, Паскаль, да, или, там... Ну, в моем случае все было немного сложнее, потому что у меня была не айтишная специальность, а я в институте занимался композиционными материалами, и поэтому у нас были достаточно четкие требования к языку, потому что преподаватель просто не знал ничего другого. Понятно, да. Интересно. Слушай, а как ты, если ты говоришь, вот, ну, вот институт, ты говоришь, что у тебя вообще там не айтишная, да, специальность, а что за специальность была? А, конструирование, проектирование композиционных материалов для авиакосмической промышленности. Ого. А я до сих пор помню. Классно. А как же ты, вот, собственно, к программированию-то, вот, так прижился, что там... Ну, понятно, что в институте какие-то лабораторки и так далее, да, там, веселон 10, но вот именно как ты решил в дальнейшем связать уже свою, так, деятельность именно, вот, там, с разработкой? А, не знаю, скорее, мне в школе нравилось. Я участвовал в олимпиадах по информатике в свое время, и, возможно, это все оттуда. Мне очень повезло с преподавательницей в школе, которая натаскала на какой-то более-менее олимпиадный уровень, а потом я забил на все это время, и спустя какое-то время я такой, вау, да я же умею вот это и вот это, надо попробовать. И поэтому я тут. Понятно. Ну, в общем, как-то, в общем, ты так сразу окунулся в мир веба, видимо, наверное, так как-то так. Тогда еще было такой, ну, не мейнстрим, но так вроде как просто начать, и все красиво, да, вот. Скафолд, и все, и блок за 15 минут. Ясно. Ну, и вот и тогда ты, в общем, познакомился с Руби, да, расскажи, что ты там на нем впервые так как-то начал осваивать, как ты вообще, чем он тебе так приглянулся. Я помню, где-то на первом, на втором курсе я читал книгу по крестам, и я помню, у меня было очень сложно понять ВВПшную модель крестов, потому что какие-то котики откуда-то взялись, какие-то animals, которые как-то между собой куда-то переходили и создавали каких-то странных котов. И я помню, у меня тогда очень сильно взорвалось от всего этого, я сказал, что ну нафиг это дело, я больше этим не буду заниматься. И потом в какой-то момент я решил попробовать еще раз, открыл замечательную книгу «Виллграунд Рубинист», по-моему она называется, и там настолько просто и настолько здорово объяснилась объектно-ориентированная модель, ну, во всяком случае, для меня, потому что я знаю людей, которым, наоборот, там объяснение не очень зашло, и как-то оно поехало, полетело. А потом ты начинаешь смотреть на другие языки, понимать, что там еще лучше, где-то еще хуже, и вот как-то так. Понятно, ну да, в общем, вот объектное такое описание вообще ООП, вот да, я слышал тоже два таких кардинально противоположных мнения, одно, которое вот это классическое, когда, да, там котики, значит, там у них методы, которые что-то как-то, или там на примере машинок, и другой, который вот такой больше каким-то, ну, как сказать, не знаю, объектом, нежели как-то объектно-ориентированное, что-то такое. Ну, да, наверное, вот как-то так. Ну, хорошо, Руби, да, значит, просто на нем что-то писал, но по две, очевидно, ты, наверное, как-то и рельсы сразу же захватил, нет, или все же вот? Ну, нет, я, к счастью, захватил сразу рельсы, рельсу, и сразу с ней начал пасывать. Ну, то есть, немного скриптов, и мне повезло, я попал, я уже даже не помню, как звали парня, он мне помогал с проектом, делал его прямо очень криво, он мне помогал, прямо за идею я делал какой-то проект. А потом с другом попытался сделать свой супербизнес, который провалился, а потом уже начал за деньги работать на полставке джуниором, и вот как-то так. Ну, джуниором уже, в смысле, тоже писал на рельсах, соответственно, да, сразу? Ну, да, по сути. Слушай, ну, а как ты вот думаешь, в принципе, так уже оглядываясь сейчас назад, вот, рельсы, насколько они, так сказать, действительно такой, ну, были там, не знаю, прорывным, непрорывным, но вот как бы что они привнесли, то, что, да, про это там, ну, много можно там пообсуждать, подискусировать, но ты как вот именно, так сказать, такой, с опытом разработчик на Рубе, на рельсах, вообще, как, считай, как сам относишься там к рельсам тогда, и вот какое твое, как твое поменялось мнение и отношение к ним вот там за эти годы? Это очень забавно, потому что я успел пережить какую-то любовь к рельсе, потом просто дикую ненависть, и сейчас я вышел на какую-то среднюю оплату, когда ты видишь и плюсы и минусы. Рельса хороша для новичков, потому что она позволяет быстро, с наименьшими усилиями сделать какие-то вещи, въехать во все это дело, но мне кажется, что, к сожалению, она застряла где-то в 2010 или, может, в 2012 году, и попутно любой, сколько большой проект превращается в дикую кашу, если нет хороших разработчиков с огромным опытом, которые могут вытягивать всю архитектуру приложения, сделать это красиво. Слушай, ну она же, с одной стороны, не то что код гайды, но какие-то подходы именно, парадигмы, они, в принципе, уже есть в самой рельсе заложено, которые позволяют, все же они только на начальном этапе как-то позволяют быстрее въехать, начать писать, но если проект разрастается, то все равно можно себе, по сути, выстрелить в ногу неоднократно. Ну, скорее всего, ты и выстрелишь, мне кажется, это проблема самого RailsWay, и я буквально недавно спорил со знакомыми, и если задуматься, мне кажется, есть только Basecamp, который использует RailsWay, а все остальные используют что-то да большее, потому что если задуматься, даже те же сервис-объекты, это вообще ни разу не RailsWay, но при этом в любом проекте ты можешь их найти. Не, ну там, я не помню, зато известно, да, действительно много проектов, мне кажется, которые начинались с рельсы, и потом они так постепенно уже, осознав, так сказать, там какой-то запустив MVP, и уже потом дальше переписывали все с нуля. Потому что, по-моему, Twitter, он же тоже, по-моему, запускался вначале, да, на рельсах был. Как я знаю, у Twitter проблема в том, что они просто не смогли осилить, и у них были очень медленные запросы, и они от этого всего очень сильно офигели, и сказали, что нет, мы все перепишем, и все. То есть там какая-то история, что просто культура инженерная была не очень, и поэтому у них не взлетела рельса. Ну, я знаю, там у ActiveRecord все как-то к нему так очень по-разному относятся, таким место-место для работы там с данными, да, оно там быстрое, медленное, ну, в смысле удобное, но не всегда быстрое, не всегда оптимальный вариант. Это да. Вот. Слушай, ну, хорошо, вот рельсы, да, но вот ты там в последнее время там в Ханаме такое слово появилось, да, ты туда даже там как-то прям в какой-то момент очень, мне кажется, так воодушевился, вдохновился его появлением, да, расскажи про это, что это, так сказать, зачем и чем оно тебе нравится. Много лет назад один итальянский разработчик, которого зовут Лука, устал от своего опыта с рельсой и понял, что у него есть какие-то проблемы, которые он постоянно пытается решить, и у него это не получается, потому что сам подходит фреймворк, он не позволяет это сделать. И поэтому он ничего лучше не придумал, как написать свой фреймворк с Blackjack'ом и прочими прелестями, и таким образом появился очень модульный и быстрый и простой MVC-фреймворк, который назывался Lotus. Он причем анонсировал по одному модулю в месяц, по-моему, этого фреймворка, там начался экшенов, потом модель презентовал и так далее, и так далее. И так получилось, что у IBM есть проект, который называется Lotus, может, ты даже слышал о нем. Ну, Lotus Notes, да, вот это вот, это из той серии. Да, и по сути Лука испугался, что могут произойти какие-то проблемы, и поэтому он его переименовал в Ханами, и теперь у нас есть Ханами. Из того, зачем эта штука нужна, скорее, эта штука нужна, чтобы решить какие-то фундаментальные архитектурные проблемы, которые есть в Rails, и которые достаточно часто мешают. Самый яркий пример — это валидация в модели, которая валидируется всегда и создается прям бесчисленное количество всяких условных валидаций. Например, если там какое-нибудь поле равно чему-то, то валидировать вот так, если нет, то не вот так. И в Ханами, например, это сделано так, что сама валидация данных, она происходит на этапе экшена. То есть, когда ты посылаешь запрос, твои данные валидируются не перед сохранением их в базу, непосредственно перед сохранением их в базу, а где-то задолго до, когда данные только получают экшен. И есть очень много таких моментов, которые достаточно сильно отличают Ханами от Rails. Есть много моментов, в которых они достаточно похожи. Например, и тот, и тот фреймворк подразумевает, что это MVC, и, по сути, работает только с HTTP как таковым. То есть, основной упор на HTTP и транспорт. Но при этом, например, в Ханами, если имплемент не изменяет, Lotus появился раньше Phoenix, хотя я могу ошибаться, и это стоит проверить. Но в Ханами из коробки был Umbrella application, который сейчас в Phoenix преподносится, и который все так хвалят, и ждут, что, может быть, когда-нибудь все это появится. А что это? Расскажи для тех, кто... Смысл очень простой. Есть много разных аппликейшенов, которые соединяются в один монорепозиторий, и между этими аппликейшенами шарится бизнес-логика, там, модели, энтити, и все вот это вот. Оно шарится между разными аппликейшенами, и, по сути, аппликейшен — это просто набор контроллеров и view, и все. А вот эта буковка M, она выносится в общую папку для всех аппликейшенов. И поэтому, если тебе надо сделать два приложения... Я, помню, работал в компании, где было три или четыре рельсовых приложения, у которых была одна база данных, и в каждом из этих приложений был просто копипаст моделей. Ну, понятно. Потому что она так и работает, и, по сути, Umbrella-архитектура, контейнерная архитектура, она еще иногда называется, она, по сути, решает эту проблему, потому что вместо того, чтобы делать четыре одинаковых модели, ты все эти модели скомкиваешь в одну и делаешь четыре разных аппликейшена, которые работают с одной моделью. Ну, в принципе, да, удобно, согласен, логично. Что еще там? Какие интересные концепции, идеи? Там пытаются продать репозиторию паттерн вместо ActiveRecord паттерна. И, в целом, Ханами преподносится как фреймворк, который понимает всю боль людей, которые долго пишут на рельсе. Хотя, потому что, как я уже говорил, практически все рельсовые проекты, если там нету достаточно сильных архитекторов и сеньор-разработчиков, он превращается в очень сложно поддерживаемое месиво. Потому что все в одном месте, модели в одном месте, экшен в одном месте. Очень много вариантов есть в комьюнити, как решить эти проблемы. Например, вынос в плагины, в гемы какую-то логику и так далее. По сути, Ханами предоставляет решение из коробки для разработчиков любого уровня, которые его используют. То есть, таких архитектурных проблем не бывает в приложениях на этом фреймворке. Ну, в смысле, просто он в данном случае более гибок в подходах, возможно. Да, по сути, он позволяет использовать, по сути, фреймворк позволяет легче интегрировать ДДД в веб-приложениях. Интересно. Расскажи, как ты вообще сам с ним познакомился. Вот ты рассказал про его историю, но в этой истории не было того, когда ты с ним познакомился с этим фреймворком и как вообще в итоге стал его чуть ли не кор-контрибьютором. И я познакомился с ним, когда он еще назывался Лотосом. Это было, наверное, года два или три назад, я точно не помню. И у него была версия 0.4, которая перешла в 0.5. И я помню, для меня это было что-то странное, потому что я до этого делал приложения мелкие на работе на Синатре, всякие опихи, и иногда работал с большими рисовыми приложениями. И я помню, первые две недели у меня прям вызывало очень много агрессии и ненависти от фреймворк, потому что мне было сложно понять все эти концепции, зачем они нужны. А потом я случайно сделал на Синатре прям один в один архитектуру, как предлагает Ханами, и понял, что да, это что-то, на что стоит посмотреть поближе. Я посмотрел, и мне прям понравилось. Я написал Луке письмо, мол, чем могу помочь, как мне помочь проекту. Он мне скинул пару ищей проблем вообще каких-то, я их решил и так потихонечку начал что-то делать. И вот уже последний год я один из скорых заработчиков этого фреймворка и по совместительству катаюсь, рассказываю про него. Ну да, да. Слушай, а насколько вообще команда проекта таких активных core-контрибьюторов и со стороны, в принципе, комьюнити? Зависит от людей, потому что у всех людей бывают разные периоды в жизни. Иногда они активны, иногда не очень. В целом у нас 8, по-моему, 8 человек, которые основные core-контрибьюторы. Да, 8 человек, я проверил, включая меня. И плюс у нас еще есть один человек, который внес очень много вклада из Австралии. К сожалению, я не смогу произнести его имя, потому что это сложно для меня, я извиняюсь. Он очень много вложил в фреймворк, и, видимо, он в какой-то момент устал, или, может, выгорел, или, может, у него была депрессия, или что-то такое. И, по сути, он сейчас относится к фреймворку как просто бывший член core, как бывший core-разработчик фреймворка. Понятно. Ну, а вот таких каких-то мелких патчей, багфиксов, я не знаю, документации, еще что-то есть? Какой-то такой комьюнити вокруг проекта сейчас уже? Да, на самом деле, комьюнити, мне кажется, начинает увеличиваться, потому что я в сентябре был в Японии, рассказывал про фреймворк, потому что я думал, что в Японии вообще не знают, что это такое. Приехал в Японию, рассказал про фреймворк, и оказалось... И потом мы пошли после конференции в один из дней Рубика Каиги, мы пошли пить пиво, и один мой хороший знакомый из Хироко, который последний год живет в Японии, смог перевести, что мне говорили японцы, которые не знали английский. Ну, и, собственно, я, получается, понял, что мне сказали. И оказалось, что ханами невероятно популярен в Японии, и этого вообще никто не знал, вот что самое смешное. Потому что очень мало кому в Японии нравится Rails из-за того, что сложно с доменами работать в Rails. А вот тут появился ханами, и он прям всем очень понравился, и мне прислали ссылку на Ruby Magazine. Это такой журнал на японском, который выходит раз в месяц, по-моему, и там есть прям огромнейшая статья про фреймворк, чем он полезен, какие плюсы, какие минусы, как с ним работать и так далее. И я прям очень сильно удивился. Интересно, интересно, да. Классно. Слушай, ну вот, Мэй, там, говоря про ханами уже, и сравнивать его с Rails, да, уже неоднократно ты упоминал фразу про правильную архитектуру и всякое такое. Вот как ты вообще... Подожди, я не говорил про правильную архитектуру. Ну, в смысле, про то, что если, так сказать, разработчики начального уровня, ну, или там не очень такие прям крутые и с опытом большим, да, то это там в процессе разработки может, в общем, свестись на какой-то такой уровень, когда сложно поддерживать и там в дальнейшем как-то развивать. Вот. Вот как ты вообще сам думаешь, какие вот... Как вообще подходить к решению проблем? То есть, ну, вот там, я имею в виду правильную... Как выбрать правильную архитектуру там проекта? Как... Ну, какие-то твои такие мысли. Как это можно улучшать, развивать, там, не знаю, и как-то задумываться об этом? Такой, может быть, немножко философский даже вопрос, да, скорее. Но, тем не менее, какие-то твои такие вот мысли, ощущения по этому поводу? Мне кажется, это слишком сложный вопрос. И я вряд ли скажу, что делать, чтобы было хорошо. Скорее, я могу сказать, что не стоит делать, чтобы было нормально. Ну, давай, давай. Это тоже хороший ответ. Например, я уверен, что... Что смешение лаики в одном месте – это достаточно плохо, и это никогда не заканчивается хорошо. Если уж мы говорим про Rails, в качестве примера те же валидации, которые находятся в модели, а не вообще в отдельном месте в каком-то. По сути, каждый раз, когда ты в тестах пытаешься проверить модель, то ты постоянно вызываешь валидации, если ты это явно не укажешь, и колбеки, если ты их явно не выключишь. И, по сути, любая твоя проверка создания, или проверка создания, или же проверка обновлений, не знаю, неважно, любая проверка работы с базой данных, по сути, у тебя превращается в интеграционные тесты, для которых нужно достаточно много данных подготовить и достаточно много всяких телодвижений сделать. Конечно, можно все это замокать, но практика показывает, что чем больше моков, тем больше контекста, а чем больше контекста, тем сложнее все это держать в голове и не ошибиться в каком-то месте. Слушай, ну вообще вот валидация-то, чем ближе к модели, это такой, в принципе, ну, кажется вполне себе логичный паттерн, да, то есть, ну, кто может лучше всего знать о том, какие поля там валидны или какие, так сказать, зависимости есть, как не сама модель, которая там, не абстрагируясь от того, где там она хранится, но просто как модель, как сущность. Да, наверное, это не всегда может быть удобно, но, может быть, там из-за того, что это как-то вот особенно реализовано в рельсах, там, что, ну, там, вот ты сам уже говоришь, там надо колбеки сразу запускаются, еще какие-то там, ну, такие жизненные циклы, да, модели. Вот, на это просто сильная завязка. Из-за этого? Да, возможно, на первый взгляд, валидация ближе к модели, она достаточно логична, потому что ты валидируешь данные, которые попадают в таблицу, но если копнуть дальше и копнуть чуть глубже, то возникают такие проблемы, что рано или поздно появляются два клиента, скажем так, которые работают с одной и той же моделью. Например, это может быть веб-версия и какая-нибудь админка. И вот тут начинаются интересные вещи, потому что данные одни и те же, но, например, в админке нужна более строгая валидация или, наоборот, какое-то поле можно упустить. И, по сути, в одной схеме валидации ты пытаешься описать два случая. Что делать, когда этих случаев становится три, появляется еще какой-нибудь клиент и так далее, и так далее. И в этом проблема, потому что, как показывает практика, любые ошибки в валидации стоят как можно быстрее отдать пользователю обратно, чтобы он быстрее смог отреагировать и понять, что у него что-то не так. Ну, в общем, да, логично. Но, с моей другой стороны, можно же обычно, так сказать, там какая-нибудь, не знаю, мобильная версия админка, это все же два разных приложения, и по большому счету, ну, там могут быть свои модели, которые, ну, как бы про одно и то же, но, в общем-то, независимы, да. Тут, наверное, другой минус в том, что там поддерживать придется их, как бы, одновременно и там, и там, там синхронизировать, да. Да, это большая проблема. И я помню на рабочем проекте, где у нас было больше трех, или три, или больше проекта, о котором я говорил буквально пару минут назад, если ты меняешь схему, если тебе нужно какое-нибудь поле в одном из приложений, не основных, тебе надо было сделать два, а то и три пол-реквеста, которые в каждом из приложений обновляли бы, по сути, релэйшны, то есть сделать миграцию, добавить поле, это поле проработать в модели в одном приложении, это поле проработать в модели в другом приложении, и достаточно очень сложно, достаточно сложно синхронизировать все это вместе. Я знаю, что некоторые выносят модели в отдельный гем, и просто гем подключают, но, по сути, появляются какие-то сабмодули, и просто работа с гитом, и это не так красиво, как могло быть, как мне кажется. Ну да, я вот только-только как раз хотел предложить, что, в принципе, ты всегда можешь папочку с моделями, условно говоря, просто в виде гит-сабмодуля сделать, который будет шарить между всеми проектами, и тем самым, пожалуйста, иметь. Более того, поскольку это сабмодуль, можно даже ссылаться на разные версии, если ты не успел обновить. То есть, в принципе, да, с другой стороны, может быть, наверное, не очень красиво, как если вот когда ты рассказываешь, что в Ханаме можно шарить бизнес-модельки, модельки, да, вот когда идея, в смысле, что у тебя модели, которые бизнес-логика, да, она одна на все, на все твою, не одно приложение, а на все твои комплексы приложений, ну, имеется в одном домене, да, скажем так. Да. Да, это на самом деле добавляет некоторую гибкость, потому что в таком случае тебе не надо копировать это все между приложениями. У тебя, получается, меньше условий, при которых все это работает, и меньше нагрузка на разработчика, в том плане, что ему не надо помнить о всех приложениях, которые у тебя есть, если ему надо поменять какое-то название, например, модели. Достаточно просто гребом в проекте все это поменять, и все. И не надо помнить, что у тебя еще есть 8 других проектов, в которых надо все это сделать. Но, с другой стороны, это наскладывает какие-то новые абстракции и некоторую сложность на поддержку, потому что, во-первых, надо помнить, что модель завязана на другие приложения, а, во-вторых, надо думать о валидациях. И, например, есть такой замечательный паттерн, как Event Sourcing и SQRS. SQRS тебе говорит о том, что ты можешь использовать на чтение одну модель, а записывать... точнее, один connection на чтение, один connection на запись, и он как бы хорошо ложится на Event Sourcing. И тут проблема возникает в том, что если ты будешь использовать Event Sourcing, а Event Sourcing предполагает, что записать что-то в базу ты можешь только уже после того, как создашь Event, и это будет происходить, по сути, асинхронно. И тут возникает некоторая проблема, что ты должен сначала провалидировать данные, убедиться, что они корректны. Ну да, что они подойдут в итоге, как бы запишутся, иначе ты, получается, генерируешь события, которые придется отменять. Да, 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 и в этом... И даже не это проблема. Проблема в том, что тебе надо проверить эти данные просто потому, что тебе надо показать пользователю, что данные неправильны. Потому что, например, у тебя есть какая-нибудь форма для, не знаю, для создания поста, и эта форма не создает пост в базе, она создает Event, что вот произошел такой Event, что пост должен создаться, и где-то там пишется в какой-то кэш видеопост, где у тебя пост, может, еще в Mongo пишется, или еще куда-то, и если ты не покажешь пользователю, что данные невалидны, как он их поменяет, и вот тут возникает проблема, что валидация должна быть отдельным слоем перед тем, как ты вызовешь Event. Да, хороший такой пример. Ладно, еще какие интересные моменты, так сказать, приходят тебе в голову, что не надо точно делать? Как минимум, есть такой момент, который меня напрягает во всех рубежных фреймворках, какие есть. Почти все фреймворки, если брать именно фреймворк Way, там, Hanami Way, которого нету, или же Rails Way, который четко описывает какие-то вещи, очень мало фреймворков задумываются о том, что делать с бизнес-лейкой, и как работать с зависимостями в приложениях. Например, есть такая замечательная штука, которую используют во многих языках, называется Dependency Ejection, и, к сожалению, в Ruby, а именно в Rails, она воспринимается как что-то из мира Java, хотя я знаю, что в Elixir ее очень часто используют, и очень сильно любят. И если вы спросите... И я часто вижу твиты про то, как у Senior Rails разработчиков спрашивают, что такое Dependency Ejection, и они не могут ответить на это и спрашивают, зачем это вообще нужно. И как бы, наверное, основная вещь, которую не стоит делать, это пихать логику в MVC-паттерн. Мне кажется, ее стоит куда-то выносить отдельно, в какой-то домен, в какие-то отдельные сущности, которые не будут ложиться на MVC, а будут где-то сбоку прикручиваться. Ну, хорошо, но вот там тот же самый Rails, он диктует тебе, по сути, MVC подход. У тебя есть контроллеры, там роуты, куда сыпется запрос, у тебя есть модельки, и у тебя есть вьюшки. Если крутить сюда отдельно бизнес-логику, то, значит, либо ты где-то в контроллерах должен сам как-то на уровне соглашений вызывать ее как-то, и уже в ней оперировать моделями, и дальше выдавать куда-то там какую-то, опять-таки, их на вход там в дюхом, который в итоге отрендерится и отправится, да, то есть как бы такая идея, да, ты предлагаешь? Да, на самом деле мы это используем на работе. Я уже говорил, у нас нет Rails. Мы используем чистый dry и ROM. У нас достаточно странное архитектурное приложение в мире Ruby, потому что это не рельса и не очень похоже, например, даже на тот же Ханами. И там мы используем отдельные объекты, которые возвращают result object. Я сейчас, наверное, скажу слово монада, и сразу куча людей испугается, убежит. Но, по сути, мы используем монаду как результат выполнения операции, и дальше уже наш транспортный уровень, неважно, это HTTP, это может быть какие-нибудь воркеры, это может быть какой-нибудь хендлинг каких-то сообщений, рейктаски, неважно что, они уже работают непосредственно с результатом операции, и, по сути, это... Ну, у нас слой транспорта, слой операций, слой репозиторий, который использует relation, который создает persistence, какой-то пишут, читают. И такой подход к изолированию логики он добавляет... Он убирает достаточно большое количество проблем, но при этом он создает лишние абстракции и создает очень много файлов и вложностей, потому что домены и все дела. И это может пугать особенно новичков, которые привыкли, что в Rails надо создать максимум один модуль, в него положить один класс и все. Когда у тебя вложенность достигает трех-четырех уровней на какой-нибудь объект, это уже для них что-то страшное, они начинают этого пугаться. И тут надо очень аккуратно оперировать всеми этими абстракциями, потому что, когда абстракций становится слишком много, уровень входа в проект увеличивается, и новым разработчикам очень сложно понять, что происходит. Но с другой стороны, если абстракции слишком мало, то начнутся проблемы, куда положить логику, абстракции будет не хватать, и эта логика будет как-то совмещаться и класться куда-то, куда она нежелательно должна бы положиться. Например, логику по счету класть в модель вместо отдельного объекта, который принимает модель и работая с ней как с Entity и так далее и тому подобное. То есть тут очень тонкая грань, когда можно переборщить и недоборщить. Ну да, да, согласен. Слушай, ну вот, Мэй, ты даже тут уже тоже упоминал, что там сеньор-разработчики не знают, что такое Dependency Injection. Вот ты так, мы сейчас там обсуждаем с тобой, и тут у нас много всяких таких паттернов проскальзывает, упоминания, да, и разных. Вот вообще, как ты считаешь, насколько нужно расширять кругозор? И вот как бы, ну, то есть такая тема, знаешь, что вот сейчас вполне достаточно разработчику, то есть там использует инструмент, который он юзает, обычно это какой-нибудь фреймворк, да, неважно, на каком языке, вот какой-то. И, в принципе, он погружен вот в этот контекст, то есть, да, он знает, как там на этом фреймворке что-нибудь писать, но действительно порой это выливается в то, что он даже немножко теряется там на уровне языка, да, ну, то есть люди там пишут на React, но не очень понимают, как работает JavaScript, да. Вот примерно такая ситуация, я так подозреваю, и вот, ну, то есть там можно знать Rails хорошо, но иногда теряться даже там просто банально в Ruby, что там вот какие-то паттерны не очень знать. Ты вообще что думаешь про это? Я, наверное, займусь вот такую нейтральную позицию, я видел очень много вопросов о том, как, почему в Сенатрине работает метод days, 1.days, или что-то в этом духе, это из ActiveSupport, для тех, кто не знает, там есть такой синтоксический сахар для работы со временем из винтеджа, и люди пытаются, ну, запускают голову Сенатру и не понимают, что за происходит. И при этом я видел еще вопрос у нас такой Airflow, где люди спрашивают, как сложить два числа в jQuery. Ну да, это, мне кажется, уже просто стало такое. Ну да, это такой мем, который... Мем уже, да, плетевший. На самом деле, мне кажется, что это зависит от разработчика. Если ему не нужно это, то, ну, как бы, его никто не должен принуждать. А если человеку интересно попробовать что-то новое, то почему бы и нет? Это как с функциональным программированием, и вообще со всем чем угодно. Я, например, не скажу, что мне интересно разбираться во всяких базах данных, работать прямо на хардкорном уровне, как это работает. Мне интереснее более абстрактные вещи. И, как бы, это не значит, что я плохой разработчик или человек, который изучает только базы данных, тоже плохой разработчик. Это значит, что кому-то что-то интересно, а кому-то нет. И каждый развивается в какой-то своей области. Я, например, у меня есть канал в Телеграме, в котором я пытаюсь описывать какие-то вещи, которые я использую каждый день. Например, те же монады. Dependency Injection. И достаточно часто люди пишут, говорят спасибо, что, мол, вот и узнали что-то новое, интересное. И на самом деле, мне кажется, здорово, если ты увлекаешься чем-то, рассказывать об этом окружающим людям без надежды, что они все начнут это использовать. Но, как минимум, ты можешь их заставить подумать. А, может быть, стоит посмотреть, что это и зачем это надо. И если ты на них так влияешь, это уже очень здорово. Слушай, ну, согласен с тобой. Да, тут, мне кажется, как раз, знаешь, такое очень удачно мы сейчас перейдем в сторону другой твоей рода деятельности, всяких выступлений, какой-то публичной активности. Вот ты уже, видишь, сказал, что пишешь, рассказываешь что-то. Ты довольно часто выступаешь на разных конференциях. Ну, там, часто, не часто – это вопрос относительный для кого-то, часто для кого-то редко. Но, тем не менее, вот расскажи, даже за рубежом, кстати говоря, это тоже довольно-таки интересный опыт. То есть, ты, по-моему, в Японии, ты же на английском, соответственно, рассказывал. Ну, да, я не знаю японских, к сожалению. Вот, я помню, где-то еще в Европе-то тоже, не в Балгарии, где-то. Я на Ярука выступал и в Сингапуре выступал. Вот, да. Вот, расскажи про вот это, так сказать, ну, в принципе, наверное, ответ уже можно догадаться по твоему предыдущему комментарию. Зачем ты это делаешь, да, поделиться своими какими-то там идеями, знаниями, вновь перебретенными, да, но вот что скажешь? Могу сказать, что выступать здорово, но не всем это понравится, мне кажется. То есть, это индивидуально. Мне нравится выступать, потому что я могу поделиться какими-то своими идеями, получить какой-то фидбэк, получить какое-то внимание, что, в принципе, важно в жизни любого человека. Плюс я могу пообщаться с другими разработчиками. Я помню, я рассказывал про Ханами в Японии, и после моего выступления ко мне подошел парень, и мы с ним два часа обсуждали какие-то архитектурные идеи из Ханами, как их можно хоть как-то натянуть на Rails, потому что у него были проблемы с приложением, он пытался их решить. И тут он пришел на конференцию, увидел, что я рассказываю о проблемах, которые он пытается решить, и что есть что-то, что решает эти проблемы. И он очень вдохновился, и мы с ним общались на тему того, как эти идеи можно использовать вне фреймворка, и что вообще можно сделать. И если сравнивать русские и нерусские конференции, точнее, зарубежные и конференции пост-СССР, это на самом деле абсолютно разный уровень, ввиду того, что конференции в Японии это, наверное, самое странное, что было в моей жизни, потому что ты думаешь, что язык уже начинает умирать, всем на него наплевать и так далее, и так далее, а потом ты приезжаешь в Японию и слушаешь Lighting Talk на пять минут, где парень пытается рассказать, как он от нечего, ну, по сути, от нечего делать, взял LLVM, подключил в качестве компилятора в язык, и в последние, там, 30 секунд своего Lighting Talk он уже просто пролистывал экран и просто, по сути, ничего не говорил, а просто показывал слайды, потому что ему не хватало времени, и ты такой смотришь на это и офигеваешь. И конференции очень сильно отличаются, потому что разные виды использования языка, потому что в Японии более низкоуровневое использование Ruby, там не очень много людей пишут веб, особенно на Rails, и там, поэтому появился и Ruby, потому что нужно было как-то встраивать Ruby в какие-то роутеры, и Мац придумал и сделал M-Ruby. В Азии очень... Ой, в Азии и, в принципе, в Америке очень любят Rails и очень много говорят про Rails, а в Европе, недавно вот в Польше была конференция, там все говорили про DDD, Bounded Context, и вот это все, ивентсорсинг. На Ruby Day в Италии в прошлом году был Лука, Петр, и Ник, который делает Trailblazer, это такой DDD фреймворк, который в идеях очень крутой, но реализацию подкачал, к сожалению, как мне кажется, и там был такой хардкор, как неправильно, а как по-другому сделать, то есть альтернативные какие-то подходы. На последнем Rails Club тоже было очень много про альтернативные, именно не Rails Ruby, и как-то так, то есть, по сути, в каждой стране по-разному это делают, где-то это пересекается, где-то нет, и плюс интересно общаться с людьми, потому что они по-разному видят этот мир. Ну да, то есть как бы в разных регионах есть какие-то свои, скажем так, особые интересы, сферы какие-то более такого активного. Ну, насчет регионов я не знаю, потому что это, наверное, как вино, когда ты такой вот, вино вот этого региона и вот этого региона. Абсолютно разное на деле, это все одно и то же, но про части света, да, мне кажется, что прям очень можно проследить некоторые различия. Слушай, ну а хорошо, а на постсоветском, там русскоговорящем, вот в русскоговорящих, там странах, не знаю, там России, Белоруссии, Украина, что здесь какие, про что, про что здесь говорят на рубежных конференциях? Много о чем. Вот серьезно, то есть и про какую-то альтернативу говорят, я знаю, на Украине очень любят про хардкор говорить и про всякие прям совсем хардкорные вещи, любят и про Rails говорить, любят и про архитектуру говорить, и про эликсир говорить любят, но, к сожалению, мне кажется, в России и вообще в постсср есть какая-то нехватка кадров, а именно выступающих. Я вот очень слежу сильно за питерским комьюнити и очень рад, что оно появилось, потому что это, по сути, свежая кровь, появляются новые люди, которые выступают. В Минске очень крутое комьюнити, они собираются раз в два или в три месяца, но все равно это выглядит так, что мне кажется, что я бы хотел видеть больше людей, больше новых людей, вовлеченных во все это дело, нежели чем есть сейчас. Ну, то есть, такое стремление к лучшему. Понятно. Ну, то есть, в Европе эта активность заметно больше, там, ну, Европа, Азия, неважно, да, везде вот как-то. Скорее, в Азии я это вижу больше, в Европе я был только на Яруко, к сожалению, и хочу на Руби Дэй в Италию съездить в этом году, если он будет, и, может быть, еще раз на Яруко. Вот. Но вот прямо в Японии это видно, то есть там очень много новых людей, которые постоянно меняются. Я, например, вот как ты думаешь, сколько корр-разработчиков в Руби? Такой вопрос. О, ну, вопрос с подвохом, да, я бы сказал, ну, допустим, да, тоже пусть, я, поскольку не знаком, поэтому тыкну пальцем в небо, да, пусть их будет тоже там не больше, нет, ну, хорошо, ну, десяток, наверное, мало все же, наверное, хотя, ну, 20, там, core-девелоперов, это что-то слишком тоже, мне кажется, хотя кто знает, ну, пусть будет 15, ладно, выберем среди. На самом деле, больше 40 человек. Больше 40 человек, ужас. Больше 40 человек, и есть прямо очень известные ребята, такие как Тендерлав, там, Мацумото, Каичи, а есть ребята, которых вообще никто не знает, и они там поддерживают свою маленькую библиотеку, которая является частью Руби, и все. И вот такие конференции, как в Японии, они открывают глаза, что на самом деле все немного иначе. А какие-нибудь конференции в другой части света говорят, что вот в другой сфере все немного иначе, чем ты думал. Ну, да, поэтому интересно, в общем, ездить, посещать всякие. Это хорошо. Слушай, ну, вот, а ты в свое время был организатором встречи, там, Moscow.rbl, или как так, да, называлось, не помню. И даже был даже этот Rabi Underhood Twitter account. Да. Вот. Расскажи, почему, ну, оно было, так сказать, вот ты, ну, какая там была активность, и почему оно так как-то заглохло в последнее время, не слышно, не видно ничего? Было, потому что решил попробовать. Где-то оно заходило, где-то не заходило. Сейчас нету никаких слухов, потому что у меня, наверное, не хватает сил. Отчасти это связано с некоторой депрессией, отчасти это связано просто с усталостью, загруженностью в каких-то других частях моей работы, как и основной, так и опенсорса, и выступлений, и поэтому просто приоритеты меняются, и, к сожалению, не всегда получается так, что есть кто-то, на кого можно переложить часть своей работы. Ну просто, то есть, когда там оно было, потом как-то, оно все было только за счет тебя, как такого двигателя, то есть, не нашлось кому-то, кто бы подхватил как-то, да, и вот двигал дальше. Мне кажется, оно было, потому что, ну то есть, оно было за счет людей, которые в это вписывались, во всяком случае, Underhood, но в какой-то момент, если про него говорить, он просто изжил себя из-за того, что очень сложно найти какие-то темы, которые будут не повторяться из раза в раз, потому что, по сути, мы все занимаемся, все, кто пишет на Рубе, почти все, кто пишет на Рубе, они занимаются одним и тем же, они занимаются вебом, и, ну, больше двух лет рассуждать о каких-то вещах вебе, это сложно. Например, у Федя очень хорошо получилось с оборотом Underhood, потому что темы постоянно разные, города разные, то у него уже повторяются, как я знаю, авторы, и в какой-то момент они очень сильно повторяются и перекликаются. Ну, это, в общем, неизбежно, да, как бы, Да, да, то есть, это просто умирание женра, потому что ничего нового особо не придумывать, и, мне кажется, тут еще важно уметь заканчивать проект так, чтобы он не превращался в вытягивание чего-то из себя вот такого Это как с сериалами, знаешь, важно уметь вовремя остановиться, если это уже скатывается в какую-то такую фигню, что даже смотреть уже никто не будет. когда в сериалах появляется, когда в сериалах взаимоотношения между персонажами переходят на основной план, вместо какой-то идеи, вот тогда уже в сериалах появляется что-то не то, и стоит бросить. Согласен. Слушай, ну, ты вот упомянул там слово депрессия, какая-то там прокрастинация, вот смотри, с одной стороны ты говоришь там, у тебя там, значит, работа, дальше open source проекты всякие, выступления на конференциях, вот там были, значит, и организация, комьюнити, еще чего-то. Откуда нашлось место депрессии вообще? Вроде столько всего. Одно дело, когда там, знаешь, обычно там говорят про депрессию, про прокрастинацию, когда ты, ну вот, работаешь там, значит, каждый день, одно и то же, за дня в день, вот это все. А у тебя вроде так все насыщено, вот, ну, поделись своими какими-то ощущениями вообще, как оно было, и дальше попробуем как-то обсудить вообще пути к выходу или к невыходу, и нужно ли это, и зачем вообще. На самом деле, это очень холиварная тема, она очень персональная. Да, безусловно, но интересно просто вот твои какие-то ощущения по этому поводу. У меня несколько раз в жизни были прям периоды больше нескольких недель, порой месяцев, когда, чтобы просто встать в кровати, нужно было потратить часа 3-4, просто чтобы встать. Это даже не начать работать, это просто найти все силы встать. И это сложно в том плане, что, ну, у всех по-разному, это особенности психики, у кого-то это есть, у кого-то нету, кому-то достаточно подумать, что надо просто мыслить позитивно, с кем-то это не работает, и работают только какие-то препараты. Последние два года я, по сути, хожу к врачу, и как-то пытаюсь с этим бороться. и на самом деле это такая проблема, которой мало кто говорит, но она очень часто появляется, и очень часто ее пытаются прикрыть таким замечательным словом, как burn-out. Ну да, да. И про burn-out, мне кажется, слышали все, кто только можно, но при этом очень часто случается так, что ты на неделе просто выключаешь компьютер, телефон, ничего не делаешь, а потом думаешь, что вот, сейчас тебе это поможет, все будет здорово, а потом поднимаешь крышку ноутбука, или там, не знаю, включаешь свой PC, он у тебя загружается, и ты понимаешь, что вот неделю назад, как было, так сейчас оно и осталось, и вроде бы у тебя выгорание, но на деле ты сделал все, что мог, чтобы справиться с этим выгоранием из каких-то популярных статей, но оно не работает. И вот тут очень важный момент, то есть надо сказать так, чтобы это не звучало как призыв к чему-то. По сути, есть очень много способов, есть очень много причин, почему такое может возникнуть, банально плохая экология, не знаю, там, давление или что-то еще, но самый, наверное, простой вариант, как задуматься о том, что надо что-то с этим делать, есть такая замечательная штука, называется опросник Бека, можно даже ссылку, наверное, вставить. Да, добавим, конечно. Это просто набор 30 вопросов, на которые ты честно отвечаешь, и он тебе не ставит диагноз, он тебе говорит, что, эй, дружище, вот у тебя вот такая вот штука, если она там больше какой-то величины, то стоит задуматься о своей жизни и как-то пересмотреть свою жизнь, может быть, что-то с этим сделать. и как минимум я могу сказать, что, ну, то есть, особенно в России эта проблема не так хорошо поднята, потому что очень много людей считают, что психотерапия или какие-нибудь там таблетки или еще что-то, это для людей, у которых прям очень серьезные проблемы, которые, не знаю, которые в стационаре должны лежать, у них шизофрения, но на деле очень много людей подвержены этой проблеме, очень у многих людей возникают периоды в жизни, когда очень сложно не просто работать, а банально с кровати встать и как бы и тут, мне кажется, стоит стоит как-то освещать эту тему чуть больше, чем оно есть сейчас, чтобы люди, во-первых, не боялись, а во-вторых, знали, что такое есть и они не одиноки с этим. Ну да, в общем, я думаю, что ты как раз про это немножко рассказал, расскажи, как ты сам с этим борешься, ну то есть как бы что-то, что какие-то там, все равно это все равно уже по большей части, ну наверное, я уж не знаю, где-то на каком-то таком психологическом, подсознательном уровне, то есть именно твое отношение к происходящему в конечном итоге, нет? Или все же? Да, да, все так, это, ну, есть физические проблемы, когда у тебя проблемы с переработкой серотонина, или у тебя серотонина в голове вырабатывается меньше, чем стоит, ну то есть там два момента либо вырабатывается меньше, либо твои рецепторы, они принимают меньше, чем надо, и поэтому у тебя возникает такое подавленное состояние, и это решается специальными таблетками, которые восстанавливают весь этот процесс, плюс, да, по большей части это что-то подсознательное, и как бы терапия, она в принципе очень хорошо помогает, есть прям доказаны научные методы, когнитивно-поведенческая терапия есть такая, которая по сути борется именно с тем, что как ты воспринимаешь какие-то события, возникающие в твоей жизни. Ну да, да, слушай, ну, как ты думаешь, а какая-то есть специфика, ну, то есть, там, не знаю, вот, если говорить там в контексте именно для IT, это как-то больше активно, специфично, чаще проявляется, там, либо все же тут, ну, прямой зависимости, наверное, нету или есть, вот, как бы, почему про это просто, ну, не знаю, либо потому, что, может быть, конечно, мы с тобой айтишники, там, и про это больше слышно в IT, что вот, айтишники, либо действительно просто как-то это больше проявляется в айтишной среде, нежели, там, не знаю, менеджерской, или вот ты что думаешь по этому поводу? Ну, честно, я не знаю, потому что у меня нету статистики, как бы из головы брать какие-то вещи, это лупо. Ну, да, согласен. Я видел замечательное выступление, я надеюсь, я смогу его найти, парень рассказывал, как он жил, по-моему, с биполяркой, и как он занимался разработкой в Чикаго, как у него были моменты просто полной апатии, и там был отличный момент, когда к нему пришел его начальник домой, он там неделю не появлялся на работе, потому что он просто не мог дойти, к нему домой прямо пришел его начальник, он это увидел, испугался, запрыгнул, ну, то есть свалился за диван, и, по сути, пришел начальник, открыл его дверь, потому что он просто не смог запереть дверь, открыл дверь, зашел в его комнату или квартиру, я уже не помню, посмотрел, никого не увидел, ушел, а он, по сути, лежал вот с диваном, и им было прям очень стыдно за то, что они можете найти силы, чтобы как-то решить эту проблему. Из проблем, я не знаю, честно, это очень такой абстрактный вопрос. У меня нет профильного образования или какой-то статистики, поэтому я не могу говорить прям за всех. Возможно, это как-то связано с тем, что достаточно высокая высокая мозговая активность в том плане, что как отдыхают разработчики, очень мало кто меняет контекст с умственной на физическую. Большинство во время отдыха, не знаю, там статьи читает или сериалы смотрит. По сути, это одно и то же, и прям усталость накапливается и накапливается. То есть такой момент. Слушай, вот это, кстати, хороший момент, потому что, с моей, с одной стороны, значит, ну, там вот есть что-то, давайте, ребят, надо переключаться, что у всех должна быть жизнь помимо компьютера, да, там, не знаю, спорт, еще какие-нибудь, что-нибудь вещи. С другой стороны, вот сложилось какое-то такое ощущение, что там нормальный, настоящий разработчик, вот, значит, должен там в свободное время заниматься какими-то пед-проектами, да, какой-то там open-source деятельностью, а иначе это ты не настоящий разработчик, а так себе. Да, вот такие какие-то. Ты, я думаю, тоже наверняка слышал не раз эти такие утверждения. И даже не два. Ну, вот об этом и речь, да. Вот, все же, ты как считаешь, что, в принципе, надо какой-то баланс соблюдать, да, наверное, все-таки, все же в жизни должно быть что-то и помимо компьютера. Я немного разверну этот вопрос. Давай, давай. Я очень часто слышал, что вот, если ты каждый день пишешь в open-source какое-то, там, уже несколько, ну, там, какое-то количество времени, то это тебе очень сильно помогает в жизни, в работе, и тебя сразу берут на все должности, какие только можно. И я помню, как я собеседовался в GitLab, и я до этого на рельсе год не писал, где я туда тут пришел, и задание, которое мне надо было сделать, ну, собеседование было, ты берешь Ишью из GitLab, и его за час пытаешься сделать. А я как-то потерялся, я даже не смотрел кодовую базу GitLab, думал, что и так пройдет, потому что, ну, вот, я же пришел в open-source, типа, там, поговорим, и все будет здорово. А в итоге я как-то все это так прошляпил, что мне потом было очень стыдно, и я не мог доделать этот пулл-реквест, наверное, полгода. Да. И, да, это такая проблема, и, как бы, мне кажется, что все должно быть не в меру, потому что мера — это такая величина, которая для каждого своя, а скорее она должна быть не в проблему для человека. То есть человек не хочет, ну, пускай не занимается. Я знаю еще много крутых разработчиков, у которых GitHub не просто чистый, у которых его даже нет. при этом я знаю много крутых разработчиков, которые пишут каждый день и что-то делают. И, ну, то есть, мне кажется, это больше зависит от того, нравится это человеку или нет. Если человеку нравится, не знаю, в зале проводить все свое свободное время, это же тоже здорово, потому что, ну, человек как бы чем-то занимается, увлечен, и ему от этого хорошо, и, по сути, вся вне рабочее, да и, в принципе, рабочее время, оно должно уже больше быть о том, что нравится, а не о том, что ты должен и что надо. Ну, да, конечно, иначе как бы совсем грустно станет. Иначе сложно, и, по сути, ну, то есть я занимаюсь то, чем мне нравится, я думаю, ты тоже занимаешься то, чем тебе нравится, и как бы в этом вся особенность, потому что разным людям нравится разное, и чем больше людей, тем больше покрытие вот этих людей вещами, которыми они занимаются. Да, да, согласен. Слушай, ну, дабы так как-то к позитивным моментам перейти, некоторое время назад, вот насколько я опять-таки знаю, ты даже получил там награду Rabi Heroes, да? Расскажи немножко вот про это, что это такое и вообще. Есть замечательная компания, которая называется Euron, и я даже знаю, к тебе приходило пару ребят из Euron. Да, он даже, даже Паша не один раз приходил. И как бы ребята прям очень крутые, они делают мероприятия, и одно из самых больших мероприятий, которые они делают, это Rails Club. И в какой-то момент, ну, они еще вот недавно сделали конференцию для гор-разработчиков, функциональную конференцию делают, и, как я знаю, еще в питомовскую конференцию, но я не очень уверен, и это лучше проверить. И в один момент ребята поняли, что вот было бы здорово, если бы российское сообщество выражало благодарность людям, которые что-то делают. и так получилось, что в первый год, который они это сделали, они назвали это Ruby Hero в России, ну, то есть это же российская премия, есть такая же премия, точнее, была такая же премия в Америке, она выдавалась на RailsConf каждый год до прошлого года. В прошлом году они уже, ну, ничего не было, потому что два года назад люди отказались от этого. От чего они отказались, по какой причине? Вроде идея-то такая, в принципе, ну, хорошая, как бы. Идея хорошая, но я, честно, не помню, почему отказались ребята из Америки. Возможно, они просто устали, им тяжело, потому что люди устают, и, как пример, есть конференция в Сингапуре, которая там уже три или четыре года проводится, каждый год, и вот в этом году ее не будет, потому что ребята устали и просто хотят отдохнуть год. И так вот, и ребята из Урона, а именно Олег и Лена, они решили, что было бы круто сделать награду для людей из России, которых бы признавало сообщество и говорило спасибо. Там они сделали голосовалку в два этапа. В первом этапе вписываются кандидаты, а потом голоса за там энное количество кандидатов. И так получилось, что в первый год, когда это было, я и победил. А в прошлом году победил Владимир из Марсиан. И вот, пока она была всего два раза, и, возможно, в этом году она тоже будет. И я надеюсь, кто-то очень крутой получит награду. А что она по факту из себя представляет? Просто вот там... В моем случае... Ну, по сути, это просто признание и вручение на конференции, на большой конференции, потому что в прошлом году Rails Club собрал 800, по-моему, человек, год назад 700 человек, ну, то есть это достаточно большая цифра. Ну, да, да, да. Для какой-то нишевой конференции по какой-то одной технологии, грубо говоря. Ну, то есть, понятное дело, что какой-нибудь Highload собирает там 4 тысячи людей, но и там больше темы, больше специалистов может тужиться вместе. И, по сути, это просто награда и все. Понятно. Слушай, ну, а нам вот именно за какой-то вклад в комьюнити, что-то в опенсорс, вот какие-то, да? Да, ну, не за опенсорс, а скорее за комьюнити. А, именно комьюнити, ага. Ну, да, то есть и как бы опенсорс это, по сути, тоже часть комьюнити на самом же деле. Ну, да, безусловно. Вот. Ну, то есть, в целом, да, за какой-то вклад именно в Ruby комьюнити. Я знаю, еще в Индии такая есть. И мой знакомый ее получил в прошлом году или в позапрошлом. О, ну, видишь, прикольно. Я вот, кстати, не слышал, чтобы где-то в других каких-то вот сферах, там, языках, не знаю, там, технологии, фреймворках, направлениях что-то было похоже. Вот. Мне кажется, это все хипстеры в 2010-м как сделали, так оно и идет. Ну, да, да, кстати говоря, может быть. Слушай, ну, а как ты, вот, знаешь, так сам, в принципе, относящишься вот к опенсорсу? Ты уже немножко про это где-то говорил, там, нравится, не нравится, но вот я просто помню, в какой-то момент ты прям вот активно был настроен на то, чтобы вообще там только заниматься там, опенсорсом, да, вот. Сейчас твое мнение какое? Ну, последние три дня, ну, последние три года я каждый день пишу опенсорс. И я как бы считаю, что за открытыми данными будущее, ну, то есть, именно за открытыми данными, то есть там в опенсорсе очень много интересных случаев. Например, был у Майка Перхама проект. Майк Перхам это создатель сайта Кика, очень популярной штуки для обработки кода в бэкграунде, в Рубе. И у него был проект, написанный на Go, который имел бесплатную лицензию и платную лицензию, и при этом платная лицензия этого проекта, написанного на Go, она была, ну, то есть, сам код был открыт, но ты не мог им пользоваться, если ты не заплатишь. То есть, по сути, он лицензию такой сделал, что она была открыта, но нельзя было использовать в коммерческих проектах, что-то такое. В итоге он сдал все и сделал полностью бесплатным этот продукт, ну, то есть, для любого использования, и очень часто люди потают опенсорс и бесплатный продукт, хотя на деле это немного разные вещи, в том плане, что если продукт опенсорсный, это не значит, что он бесплатный, и наоборот. Да. Да, тут про опенсорс, конечно, много вещей есть, то есть, многие под этим разные вещи подозревают, потому что даже есть, там, не знаю, опенсорс, там, не знаю, андроид, а-ля опенсорс, но на самом деле всем же понятно, что ты не можешь просто так прийти и там законтримить все, что тебе нравится, ну, как бы, Google этого не примет, если им это не интересно. Вот, поэтому... Ну, как минимум, есть GVM, который тоже, по сути, я, честно, не знаю, GVM открыт или не открыт, я помню, что Java закрыта, но при этом, поверь, GVM очень много прям языков, которые полностью опенсорсные, та же Scala, тот же Closure, как бы, ты можешь спокойно использовать, и это очень здорово, потому что открытость информации, она создает, она позволяет обмениваться какими-то идеями, и, по сути, это такое развитие идей, которое протекает к чему-то больше и больше, и, то есть, поэтому мне не очень нравится текущее состояние в Rubio, потому что есть монополия в виде Rails, и, как бы, и все, если посмотреть на тот же JavaScript, там, как минимум, есть React, есть View, который пытается подобраться ко всему этому делу, есть какой-то Angular, понятное дело, что это немного разные вещи, но при этом идеи перескакивают из одного в другое, и я помню, что там в последнем Angular есть что-то похожее на Shadow Dome из React, и, как бы, вообще в целом вот эти идеи, они скачут между проектами, развиваются и, по сути, эволюционируют, и мне очень грустно видеть, что в Rubio все не настолько активно эволюционирует, появляются очень крутые проекты, есть замечательный проект, который называется Dry, который предполагает работу с данными, то есть это всякие работы с зависимостями, валидации, как правильно там монады используются и так далее и тому подобное, но из-за того, что проект очень он не то, что специфичный, скорее, то, что есть Rails, и, ну, как бы, все обычно пользуются тем, что вокруг этого, то такие идеи, они где-то в каком-то подспоре, хотя за последние несколько лет проект очень сильно поднялся, я знаю, что там у Dry Validation, например, больше миллиона загрузок было, ну, то есть для Ruby это достаточно большая цифра, и, как бы, вот мне, наверное, в комьюнити не хватает именно вот таких вот эволюций идей, чтобы можно было взять, ну, чтобы появилась какая-то гонка идей, знаешь, как есть монополия, и она потихонечку застаивается, превращается в такое болото, потому что, если посмотреть, я сейчас как накину на Rails, так и накину, если посмотреть, за последние несколько лет никаких новых идей, концепций в Rails не появилось, скорее просто пытаются добавить еще одну какую-то штуку, собрать какой-то огромный-огромный монолит, в котором будет что-то о том, как работать с файлами, что-то о том, как, не знаю, работать с бэкграунд-процессингом, с вебсокетами и так далее, и так далее, но при этом основные идеи, которые были в фреймворке, там, не знаю, лет семь назад, они до сих пор есть, и они не меняются, и по сути, это такая стагнация, то есть, по сути, это какой-то болото, в котором ты крутишься, и оно не создает ничего концептуально нового, оно просто пережевывает одно и то же и превращается в какую-то штуку, которая приедается, и, возможно, поэтому очень много людей уходят в другие языки, например, знаешь, что очень много людей в эликсиру ходят, в ГО, и скорее просто потому, что появляется что-то новое, какие-то новые идеи, концепции, которым людей не хватает в таком же моменте. Слушай, ну вот это вообще, знаешь, немножко не то, что странно, но как-то мне кажется парадоксально, что с одной стороны Руби и Рейлз, они вообще такая, ну, там, как-то все считают это хипстерская такая технология, соответственно, наоборот, это вроде так модно, молодежно, там было когда-то, там, не знаю, вот по факту получается так, что действительно Рейлз как бы стала таким монолитом, ну, таким монополией в каком-то, да, и вот как-то рядом очень, ну, другим, скажем так, всем очень сложно как-то из-под нее есть вот под этого давления, из-под этой огромной экосистемы, которая уже сложилась вокруг, да, Рейлз, потому что там, куда сейчас не плюнь, там миллион гемов, там, в смысле для рельсы, там все, что угодно есть, там даже фронтенд можно разрабатывать чисто на рельсах, потому что есть... там оттуда, не выходя, что называется, из... Ну, да, это такой спринг из мира Джава, так как в спринге там можно делать во всем все, что угодно, и хоть в мобилке делать, и есть куча абстракций для работы с данными и зависимостями, а RSI, это вот, оно пытается во что-то такое скомканываться, но при этом какие-то основные базовые идеи там как не решались, так и вряд ли будут решаться в ближайшее время, и это очень грустно, мне кажется. Ну, ты же понимаешь, как бы, что чем, чем более, так сказать, архитектурная проблема где-то в глубине, тем очень сложнее ее решить, да, не поломав, не сломав всего вокруг, поэтому... Плюс не стоит забывать, что, ну, Rails это просто фреймворк для создания Basecamp'а, и как бы Basecamp работает, все довольны, и зачем привносить какие-то новые идеи, когда оно уже работает, есть, и поэтому мне лично в комьюнити не хватает какой-то конкуренции, чтобы... Ну, это, по сути, как холодная война, да, то есть, было два полиса, и они пытались друг с другом конкурировать, и очень сильно продвинули идейную, и просто науку, или что-то еще, то есть, тот же космос, да, и кроме космоса очень много вещей, и вот мне не хватает чего-то такого похожего, чтобы люди не просто думали, а вот мы сделаем вот так, и пускай все это будут, пускай это все едят, и нам плевать, это нормально и ненормально, а чтобы люди прямо, чтобы было больше одного решения, и каждый из этих решений боролся за внимание обычных разработчиков, и боролся именно качеством, а не тем, что просто нету вариантов. Ну да, отсутствие альтернативы, это дело такое, здравая конкуренция, мы за здравую конкуренцию. Слушай, Антон, ну что, наверное, вроде бы обсудили все какие моменты хотели, да, я так думаю, если есть что в конце пожелать там нашим слушателям, может быть, какой-нибудь мысль, совет, предложение, там, что-нибудь, книжку прочитать, или просто какую-то мысль, то самое время. Нужно обязательно умное мысль, ну, мало ли, может, ну, какая тебя тревожит, беспокоит, что ты можешь такого. Не знаю, мне кажется, не бойтесь нового, и будьте добрее друг другу, и к ДМ, которые кто-то вам пытается преподать, преподнести, или, не знаю, продать. Мне кажется, тогда все будет здорово. Да, мне тоже кажется, вполне себе отличный совет. Что, спасибо тебе большое, что пришел в гости. Спасибо, что позвал. Друзья, ну, надеюсь, вам тоже было интересно. Пишите ваши комментарии, замечания, пожелания, предложения везде, любыми удобными вам способом и способами. Ох, и до новых встреч. Все, всем счастливо, пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,